Друзья, наверняка вам приходилось слышать такой термин, как «винная тарелка». А может быть даже видеть в ресторанах или в гостях. Это такой набор легких закусок под вином, который может служить как аперитивом, так и полноценным блюдом или завершающей частью трапезы. Выглядит все это довольно эффектно и не требует больших усилий. Достаточно всего каких-то 30 минут вашего времени. И все же, тут есть свои нюансы, которые нужно знать. Поэтому сегодня я поделюсь некими, в том числе своими лайфхаками, как создать универсальную винную тарелку, которая подойдет под разные типы вин и точно понравится вашим гостям. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста и на этом канале мы постоянно говорим о вине. Увлекательно, просто, из вдохновения. Если вам интересна тема вина, то обязательно подпишитесь на канал и не отказывайте себе удовольствия. Принцип составления любой винной тарелки довольно прост. Там должны быть несколько видов сыров, мясных закусок, а также оливки, овощи, фрукты и снеки. Кстати, о сочетаниях вина и сыра я уже делал отдельный ролик. Он вам пригодится, когда будете составлять свою композицию. Поэтому ссылку на него я дам в конце этого видео. На первый взгляд может показаться, что чем больше закусок представлено на винной тарелке, и чем они разнообразнее, тем лучше. Отчасти это так и есть, но важно соблюдать меру. Лично я считаю, что основных закусок, то есть сырных и мясных, там должно быть не более 3-4 видов, а вспомогательных, так и того меньше. Иначе будет путаница и сплошная каша, ведь продукты на тарелке должны гармонировать и по вкусу, и с вином, и друг с другом, да еще и эстетично смотреться. Теперь самое время поговорить о том, что же можно положить на вашу винную тарелку. Конечно же здесь лучше всего плясать от того, какое у вас вино. Однако бывают ситуации, когда вы готовите универсальную тарелку на большую компанию, где каждый пьет что-то свое. Поэтому лучше выбирать продукты, которые сочетаются как с красным, так и с белым вином. Для вашего удобства я разделил их по группам. Сыры – одна из важнейших основных категорий при составлении композиции. Важно учитывать, какую роль у вас играет винная тарелка. Если это аперитив, лучше взять молодые мягкие сыры, к примеру, козий шевр, невыдержанную гауду, бри или камамбир. Если винная тарелка играет роль основной закуски, ориентируйтесь на вино. Чем оно плотнее и насыщеннее, тем ароматнее должен быть сыр. К примеру, хорошо будут смотреться голубые горгонзола и дурблю, твердые пармезан, чеддер и старый оледро. А если вы подаете тарелку на дежестив, под десертное вино, то подойдут плесневые сыры – Рокфор, Стилтон. Разумеется, если у вас планируется несколько вин, то здесь не получится подобрать что-то универсальное, поэтому оптимально будет взять 3-4 сыра разных видов – мягкие, молодые, полутвердые, с плесенью, выдержанные твердые. Следующая категория – мясные закуски. Это может быть вяленое мясо, хамон, прошутто, бастурма и колбаса – фет, салями, сальчичон, чориса. Здесь тоже важно понимать, что насыщенные мясные закуски с пряными или острыми вкусами лучше всего подойдут к красному вину, а легкие и ненавязчивые – к белому или розовому. Если вы любите рыбу и составляете тарелку под игристое или белое вино, то вполне можно заменить мясо рыбными закусками. Это может быть малосольный лосось или консервированные анчоусы. Из овощей можно взять вяленые томаты, свежие огурцы, сладкий перец, запеченный батат. Также не забудьте про оливки и маслины – это всегда беспроигрышный вариант под вино. Только не берите слишком соленые, лучше выбрать вяленые. Фрукты. Их не должно быть слишком много, достаточно одного-двух видов. И здесь я советую отталкиваться от того, какие сыры у вас на тарелке. К молодым и мягким лучше всего подадут яблоки, голубика, нектарин. А к насыщенным и плесневым – груша, ананас. Также удачное решение – виноград и инжир. Они хорошо дополняют другие закуски и эффектно смотрятся на тарелке. Снеки. Они служат украшением и вспомогательными закусками. Поэтому ни в коем случае не должны доминировать на тарелке. Это могут быть орехи, миндаль, грецкие, кешью, а также крекеры, гриссини, белые гренки с травами. И последнюю категорию можно условно назвать соусами, которыми вы будете либо поливать закуски, либо макать в них сыр или снеки. Это может быть обычный мед, медово-горчичный соус или ягодный конфитюр. К примеру, предлагаю попробовать такое сочетание. Берете шпажку, сыр с голубой плесенью, обмакиваете в мед, накалываете на кончик грецкий орех и наслаждаетесь. Очень хорошо подходит под насыщенное белое вино. Если у вас винная тарелка планируется как основная закуска, то можно подать к ней хумус. Но в этом случае не забудьте про хлебные снеки. Если у вас в композиции присутствуют рыбные закуски, их можно слегка сбрызнуть бальзамическим кремом. А теперь переходим к тому, как же правильно составлять нашу композицию и красиво расположить все это на тарелке. Прежде всего, вам нужна стильная посуда для сервировки. Сегодня в магазинах можно встретить специальную тару под это дело. Это могут быть специальные тарелки с отделенными друг от друга секциями или сервировочные доски, стилизированные под камень, дерево, глину и т.д. Они бывают круглыми, овальными, прямоугольными, квадратными и любых произвольных форм. Однако, если у вас такой тары нет, не огорчайтесь, найти замену не так уж сложно. Можно взять обычное большое блюдо или даже разделочную доску. Главное, чтобы сервировочная тара была широкой и плоской, тогда на ней удобно все разместиться. Также вам потребуется острый нож и буквально 30 минут времени. Ну а теперь приступим. Для начала нарезаем сыр, учитывая при этом его вид. Твердые лучше всего колоть на небольшие кусочки, полутвердые резать кубиками, а мягкие с текучей текстурой нарезать крупными брусками, чтобы они не размазались по тарелке. Небольшой лайфхак. Перед нарезкой сыра смочите нож водой, тогда он не будет прилипать. На тарелке сыры лучше располагать от самых мягких и молодых, до более ароматных, пикантных и твердых. Либо же, можно выложить разные сорта сыра вместе, сделав для них отдельный сырный сектор. Переходим к мясным закускам. Их желательно резать очень тонкими слайсами. Если планируете поместить на свою винную тарелку хамон или прошутто, лучше покупайте в нарезке или при покупке попросите продавца нарезать. Поверьте, добиться идеально тонких ломтиков без подготовки или без специального оборудования – это практически нереальная задача. Дальше. Выложите на тарелку кружочки колбасы и вяленое мясо. Распределите по ней, свернув либо трубочками, либо уголками, чтобы оно не занимало слишком много места. Подготовьте фрукты. Из яблок и груш удалите сердцевину, из персиков, нектарина и абрикос косточку. Нарежьте дольками. Виноград снимите с грозди, чтобы каждая ягода была выложена по отдельности. Выложите на тарелку. В свободные места положите оливки, снеки, стараясь равномерно распределить их по тарелке. Налейте соусы в небольшие пиалы. Чаще всего их ставят рядом с тарелкой, но можно поступить иначе. Поставить соус в центр и выстраивать вокруг него свою композицию. Готовую винную тарелку можно украсить веточками розмарина или тимьяна. И да, не забудьте про шпажки, чтобы вашим гостям все это было удобно есть. Все, перед вами универсальная закуска на все случаи жизни. И как видите, никакой магии. И напоследок я хочу сказать, экспериментируйте. Порой, чтобы создать свою идеальную винную тарелку, приходится много раз действовать методом проб и ошибок. Поэтому, прямо сейчас, хочу спросить у вас, дорогие мои зрители, как часто вы составляете свои винные тарелки. Практикуете ли вы это вообще? Если да, то какие у вас любимые продукты, как для этой композиции? И может быть есть свои лайфхаки? Пишите мне в комментарии. Если вы раньше таким не занимались, но хотите попробовать, то у меня, как обычно, для вас есть подарок. В описании к этому видео вы найдете PDF-файл с уже готовыми решениями. Несколько популярных вин и тарелки под них. Скачивайте, экспериментируйте. Ну и друзья, если вам понравился этот сюжет, то обязательно расскажите об этом мне. Меня это порадует. И YouTube-у, кликну по кнопке лайк. А если вы хотите получать уведомления о новых, еще более интересных сюжетах на этом канале, то вам следует просто подписаться и кликнуть на колокольчик. И друзья, чтобы вам было проще составить винную тарелку, а главное правильно подобрать под нее вина, советую посмотреть вот этот ролик о сочетании сыра и вина. В конце концов, и подбор закусок для винной тарелки, и подбор вин на вечер, это своего рода творчество. Творите. Что может быть лучше, чем творчество? Согласны? Пропрога. Продолжение следует...